Меня зовут Татьяна Юрочева, я медицинский редактор компании «Инвитро» и рада вас приветствовать на наших вебинарах. Сегодня наша встреча посвящена молекулярно-генетической диагностике аутовоспалительных заболеваний и наследственного ангионевротического отека. Проведет ее врач клинической лабораторной диагностики, врач-лабораторный генетик 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Академика Павлова, Научного медицинского центра молекулярной медицины, кандидат медицинских наук Владимир Дмитриевич Назаров. Свои вопросы лектору вы можете писать в чат, а в конце вебинара уже лектор на них ответит. Итак, передаю слово Владимир Дмитриевич. Татьяна, спасибо большое за представление, уважаемые коллеги. Как уже сказала Татьяна, сегодняшняя лекция будет посвящена довольно актуальной проблеме с точки зрения деприциальной диагностики аутоиммунных системных заболеваний и некоторых аллергологических заболеваний, которая вышла на передний план в работе с пациентами с данной нозологией относительно недавно. Это было связано как с внедрением в практику, рутинную практику многих молекулярно-генетических тестов, так и с появлением терапии, которая может влиять на течение заболевания и на прогноз у данных пациентов. Ну, конечно, лабораторное тестирование значительно изменило философию вообще подтверждения диагноза. Если мы говорим про молекулярно-генетическую диагностику, то мы, конечно же, говорим про этиологический диагноз или же критериальный. Сегодня в примерах, которые я приведу, это очень красочно будет описано. Долгое время для постановки диагноза врачи-клиницисты использовали только субъективные данные, такие как жалобы пациента и объективные физикальные обследования. Однако на сегодняшний момент любой этиологический критериальный диагноз не может быть поставлен без глубокого инструментального обследования и, конечно, лабораторных тестов. Центры по контролю заболеваний подчеркивают, что около 70% всех принимаемых решений клинических основываются на результатах лабораторных тестов. Это, конечно же, подчеркивает ответственность лаборатории за предоставляемую информацию. И нужно отметить, что если мы говорим про молекулярную генетику, то часто молекулярный генетический тест является таким золотым стандартом подтверждения диагноза и подозрения клинического подозрения. Любой лабораторный тест определяет на лип или биомаркер. Если мы говорим про клиническую химию, биохимию, то это чаще всего либо мелкие молекулы, либо активность ферментов. Если мы говорим про эндемологические тесты, сирология и выявление антигенов чаще всего используют для диагностики инфекционных заболеваний, аутоиммунных заболеваний. Детекция вирусов бактерий основывается на молекулярных методах выявления РНК и ДНК данных патогенов. Но если мы говорим про молекулярные генетические исследования, то, конечно, очень важную роль, практически основную, они играют для диагностики наследственных и генетических заболеваний. Генетическая генетика очень распространена, и наследственные заболевания очень распространены в разных направлениях медицины, и в неврологии, и в эндопинологии. Конечно, мы сегодня поговорим про ревматологические проблемы, а именно про феномен ауто-воспаления. С точки зрения этиопатогенеза, иммуноассоциированных заболеваний, конечно, мы чаще всего говорим о такой очень тяжелой, очень сложной системе взаимодействия между клеточными звеньями, между гуморальной системой, между врожденным иммунитетом, и нарушение работы хотя бы одного из компонентов данной системы может приводить к тяжелому ауто-воспалительному или аутоиммунному заболеванию. Я уже несколько раз упомянул понятие ауто-воспаление, аутоиммунитет, и, конечно же, я должен подчеркнуть разницу между двумя этими феноменами. Если мы говорим про аутоиммунные заболевания и аутоиммунитет, то чаще всего мы понимаем под этим нарушение приобретенного иммунитета с гиперактивацией B и T клеток лимфоцитов, при этом чаще всего эти заболевания ассоциированы и связаны с определенным гемотипом HLA 2 типа. Чаще всего данные заболевания встречаются у женщин, и у этим пациентам хорошо работает анти-B клеточная терапия. Если мы же говорим про ауто-воспаление, то эти употребления в данном заболевании абсолютно другой, если мы сравниваем их с аутоиммунными болезнями. У пациента с ауто-воспалением нарушаются элементы врожденного иммунитета, гиперактивируются нитрофилы и макрофаги. При этом ассоциация чаще всего связана или напрямую связана с нарушением работы отдельных цитокинов и белков, вовлеченных в продукцию гемеостаза. Учитывая, что чаще всего ауто-воспалительные заболевания являются наследствами, то не эксцепленными, то полпациента не является определяющим в развитии данного заболевания. Ну и для ауто-воспалительных заболеваний чаще всего помогает антицитокиновая терапия. Сегодняшнее восприятие звеньев ауто-воспаления и ауто-иммунитета позволило исследователям предложить новую теорию иммунологического континуума, которая объясняла бы взаимодействие двух этих звеньев в разных типах заболеваний. Ну, на слайде представлен этот иммунологический континуум. Если вы присмотритесь, то вы можете заметить, что на обоих концах континуума существуют моногенные заболевания. Это моногенные ауто-воспалительные болезни, о которых пойдет речь в этой лекции. И моногенные аутоиммунные заболевания, например, аутоиммунно-лепрогративный синдром и синдром Айбекс. Чем ближе мы подходим к середине эдемиологического континуума, тем больше происходит перехлест и взаимное влияние двух этих феноменов аутоиммунного воспаления и ауто-воспаления. К заболеваниям смешанной теологии чаще всего относятся к подиоаркопатии, рейзинг-бичета, увеид, связанные с антистом геной ЧЛИБ-27. Полигенные ауто-воспалительные заболевания, такие как ВЗК и подагри, полигенные аутоиммунные заболевания, такие как гематоид и целиакия, очень распространены в популяции и имеют свой очень характерный этиопатогенез, в котором участвуют, как и в первом случае, в основном звенья приобретенного иммуноответа, и во втором случае связано с полигенной аутоиммунной заболевания звенья врожденного иммунного ответа. Понятие аутоиммунитета довольно хорошо описано и на сегодняшний момент считается, что аутоиммунитет или аутоиммунная реакция представляет собой феномен патологической реакции иммунной системы организма, против собственных молекул. Аутоиммунные заболевания очень широкая группа нозологий, и такой очень известный аутоиммунолог описывал этиопатогенез аутоиммунных болезней как мозаику аутоиммунных заболеваний, которая связана с генетической предрасположенностью и внешним пусковым фактором. Понятие аутоиммунных болезней относительно новое. На сегодняшний момент описано около 30 генов, патогенные варианты которых вызывают аутоиммунные заболевания. На слайде представлена первая публикация в 1999 году, когда было предложено название для этой группы болезней, которая связана с нарушением работы рецепторов. На сегодняшний момент аутооспалительными заболеваниями понимают наследственные болезни врожденной иммунной системы, которые характеризуются рецидивирующими эпизодами лихорадки и различными нарушениями работы иммунной системы. Нужно отметить, что считается, что первые пациенты, связанные с аутооспалительной болезнью, были описаны еще в 1905 году Шепардом Сигалом, когда он написал 5 клинических случаев с абдоминальными полями и лихорадкой до 30 градусов. Интересно, что уже тогда исследователь подчеркнул, что у 60% пациентов симптомы наблюдались и у других членов семьи. Тогда эти эпизоды лихорадки связывались с так называемой аллергической реакцией. Считается, что данное исследование представляет собой один из первых описанных случаев аутооспалительного синдрома и, вероятнее всего, это был синдром сиренноморской лихорадки. Однако первое понятие заболевания, которое на сегодняшний момент является аутооспалительным, было описано в 1958 году Кэрри Хеллером, который собрал группу пациентов с очень схожей симптоматикой, которые эти пациенты все приехали из Соединённых Штатов Америки из стран, которые окружали Средиземное море. Испания, Италия, Турция, страны Магриба, Израиль, Сирия и так далее. И предложил новое название этого заболевания, которое называется семейная сиренноморская лихорадка. Ну, на слайде представлен тест, который выполняется на сегодняшний момент в лаборатории Инвитрии для диагностики этой болезни. Семейная сиренноморская лихорадка представляет собой наиболее распространённое ауто-воспалительное заболевание. Заболевание является этноспецифическим. Например, в Армении часто его называют армянской болезнью, в Турции турецкой болезнью. Но чаще всего оно встречается в таких странах, как Армения, Турция, Израиль, страны Персидского залива, Испания, страны Магриба, Египет. Однако сегодня приводит всё больше данных, что это довольно частое заболевание в такой стране, как Япония. И вроде бы уже говорить о том, что эта болезнь характерна только для стран Средиземного моря, наверное, не актуальна. Причинами распространения патогенных вариантов, связанных с данными заболеваниями, до сих пор не ясно. Считается, что первичным ареалом появления мутации была месопотания в 1500 году до н.э., откуда всенародности расселились по Средиземному морю. В 58-м году предполагалось, что семейная сиренноморская лихорадка представляет собой аутоционно-доминантное заболевание. И первый клинический случай, который я описал, подчеркивающий, что около 60% пациентов имели больных родственников, в принципе, отражают этот тип наследования. Однако парадигма сменилась, и многие исследователи начали называть данную болезнь аутоционно-рецессивной. Однако на сегодняшний момент всё больше сведений получают учёные, что даже гетеродиготное носительство патогенных вариантов может вызывать болезнь. Поэтому, вероятнее всего, это заболевание можно назвать как аутоционно-доминантное с неполной пенетрантностью. Интересно, что несмотря на то, что белок и патогенные варианты в данном гене были описаны практически 30 лет назад, до сих пор нет единого консенсуса о этиопатогенезе данного заболевания. Некоторые считают, что мутации в гене МЕФ нивелируют нивелиющие эффекты ринаной и пломосомы и периновую пломосому. Другие же говорят о том, что наоборот данные мутации являются активирующими для периновой пломосомы, но с любой стороны, как в первой варианте, так и во втором варианте этиопатогенеза, изменение в работе перина приводит к неконтролируемой активации продукции интерлекина-1b. И, в принципе, в основе клиники проявлений лежит повышенная концентрация данного интерлекина с развитием тяжёлого воспаления. Давайте всё-таки ещё поговорим про наследование. На слайде я представил упрощённую схему для более простого понимания того, что такое гомозигота, гетерозигота, что такое сложное гетерозигота. Считается, что гетерозиготные патогенные варианты довольно часто встречаются у пациентов с леомозкой лихорадки, и в этом случае мы наблюдаем патогенный вариант в гене МЕФ только на хромосоме либо отца, либо матери. Разницы никакой нет. Гомозиготный патогенный вариант называется, когда в одном и том же месте гена и на хромосоме отца, и на хромосоме матери обнаруживается одна и та же загена. Существует вариант сложной гетерозиготной мутации, когда действительно на каждой из хромосом обнаруживается патогенный вариант, но он разный. И в этом случае диагноз подтверждается, потому что и в первом случае, и во втором случае ген, работа гена нарушена. Однако может быть ситуация со сложной гетерозиготной мутацией второго типа, когда обе патогенные мутации находятся на одной хромосоме, либо от отца, либо от матери. Поэтому, уважаемые коллеги, если вы получаете в заключении результат сложной гетерозигота, вы видите два патогенных варианта, обязательно рекомендуется этому пациенту провести исследование у его родителей или у хотя бы одного родителя, для того, чтобы понять, находится ли этот патогенный вариант на одной хромосоме или на двух хромосомах. Как я упомянул ранее, в патогенезе с ремень своей мозг-ликорадки ключевую роль играют нейтрофилы, которые посредством нетоза перерождаются в воспалительный фенотип и активно инфильтрируют многие паритоматозные органы, что можно видеть при патомархологическом обследовании данных пациентов. Если говорить про клинический спектр, то он очень нехарактерный и неспецифический, который можно перепутать с ремотоидным артритом, с волчанкой и с другими системными аутримными заболеваниями. Симптомы чаще всего в детстве, однако, могут возникать и после 30 лет, поэтому я очень рекомендую вам не ориентироваться на возраст панифестации в плане исключения или подтверждения у пациента наследственной болезни. На первый план выходят приходящие эпизоды лихорадки с синовитами и абдоминальными болями, артрит, миалгия, сыпь, анемия, спиномингалия, гломеронефрит. Интересно, что фенотип может быть очень разнообразным, чуть ли не до ВЗК-подобного синдрома с резидивирующим проктитом, такие пациенты даже в нашей лаборатории были описаны. Очень тяжелым осложнением постоянного воспаления является мелодоз почек, но у этих пациентов наблюдаются хорошие ответные препараты клухицинов. Нужно подчеркнуть, что семейная среда мозга лихорадка представляет собой клинический диагноз, но генетика подтверждает, но не может учить заболевание. Как вы можете видеть на слайде, для подтверждения диагноза используют критерии ТЛХ-шамера. Для этого используются большие и малые критерии и отдельно выносятся молекулярные критерии, которые подтверждают тот или иной диагноз и идею о том, что у пациента есть семейная среда мозга лихорадки. Для генетической диагностики рекомендуется исследовать всего 4 их зона, 2, 3, 5 и 10 геномех. Это позволяет выявить 99% всех случаев семейной среда мозга лихорадки. Но опять же, это возвращается к вопросу ауционно-ресессивного или ауционно-доминантного заболевания. Действительно, описаны ауционно-доминантные типы, когда даже одна патогенная мутация может приводить к развитию болезни. Однако, если говорить про патогенные мутации в генетикозном состоянии, то они у некоторых пациентов действительно ассоциированы симптоматикой в ауционно-ресессивной форме. Считается, что около 30% всех случаев семейной среда мозга лихорадки являются гетеразиготными носителями патогенных вариантов генемер. Однако, даже с учетом довольно большой клинической базы и описанной молекулярно-ресессивной базы, существуют нерешенные вопросы. Например, патогенный вариант во втором их зоне Е148Q. Данный патогенный вариант имеет неясную клиническую значимость. Нужно отметить, что существует корреляция между фенотипом и генотипом. Существуют редкие формы, например, перинассоциированного от воспаления с тентрофилимидерматозом, которое вызывается мутацией в позиции 1242. Некоторые патогенные варианты предсказывают более тяжелую форму, с тяжелым мелоидозом, от особо доминатным наследованием и с тяжелым фитотипом, с ранней манифестацией. Ну вот за 2020-2042 год в нашей лаборатории мы исследовали 854 пациента. Сейчас уже намного больше, я думаю, что уже полторы тысячи. И, учитывая очень яркую симптоматику, у половины пациентов мы обнаружим патогенный вариант, в гене МЕФ. Поэтому этот диагноз, этот тест с довольно высоким уровнем выявляемости заболевания. Другим примером ауто-воспалительного заболевания является семейная периодическая лихорадка, связанная с геном в рецепторе фактора некроза опухоли. Также на слайде представлен код лаборатории инвитра и название теста. Патогенные варианты в данном гене вызывают так называемый TRAPS-синдром. Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome. Данное заболевание представляет собой особенно доминантное. И в основе развития лежит комплексный патогенез, в котором мутации снижают концентрацию растворимого рецептора фактора некроза опухоли, который аккумулируется в эндопиологическом ретиколюме. И в результате чего происходит активация белка NF-капа-бета. В клинической спектре данного заболевания представлены эпизоды лихорадки, сыпи, миалки, артриты, фаситы. Лаборатория диагностика первично должна основываться на секвенировании четырех изломанных, второго, третьего, четвертого, пятого. И также наблюдаются корреляции между генотипом и фенотипом. Так, патогенные варианты эпизоды 92 и 46 предсказывают легкие фенотипы. Ну и также еще одним примером ауто-воспалительного заболевания является болезнь, связанная с патогенным вариантом гены МВК. МВК-ассоциированные болезни представляют собой редкое ауто-воспалительное заболевание. Оно ауто-сомно-рецессивное, то есть для его развития нужно, чтобы на обоих хромосомах от отца от матери появился патогенный вариант. Данное заболевание характеризуется ранним возрастом манифестации. Мутации в гене МВК снижают концентрацию меволонаткиназы. Нужно отметить, что патогенность не до конца ясен. Отмечают повышение концентрации меволоната и снижение концентрации продукта изоприноидного синтеза. Считается, что у пациентов может наблюдаться два фенотипа. Это гипер-ИГД-синдром и меволоновая ацидурия. Если мы говорим про гипер-ИГД-синдром, то на первый план выходят эпизоды лихорадки, циверикальная лимфоденопатия, сирозиты, актозные язвы, конъюнксидит и рецидивирующие инфекции. Ну и меволоновая ацидурия – это очень тяжелая группа болезней, связанная с развитием с самого рождения, с основанием развития, дисмартизмом и поражением ручка и эпизодами лихорадки. Очень интересная группа болезней, связанная с патогенными вариантами в гене НЛРП. Код также представлен на слайде. НЛРП представляет собой основной белок инфломосомы НЛРП-3. Мутации в гене НЛРП активируют фломосомы данного типа и также повышают синтез интерлекина-1. Интересно, что для данных группы болезни существует спектр тяжести заболеваний. Самая легкая форма называется семейным холодоиндуцированным ауто-воспалительным синдромом. У этой пациентов на первый план выходит цит, периодическая лихорадка, боль в суставах и нюктивит, которая ацетирована с низкими температурами. Более тяжелый фенотип – это синдром Маку-Веллса, когда на ранее описанные мною симптомы также накладывают симптом потери слуха, милоидоза. Ну и тяжелая форма – неонатальная мульсистемная воспалительная болезнь, когда на ранее описанные симптомы также имеется более раннее проявление болезни и поражение центральной нервной системы. Ну, я описал наиболее распространенные четыре типа заболевания. Однако существуют и другие формы ауто-воспалительной болезни, но мы рекомендуем первично у пациентов с подозрением на ауто-воспалительные заболевания секвенировать четыре их зона геномет, потому что самое частое заболевание. Если же отрицательный результат приходит, то использовать НЖС-панель на 11 генов, куда включены и гены ЛРП, и МВК, и рецепторы инфактной нервной опухоли, которые позволят более широко оценить пациента с подозрением на ауто-воспаление. Ну, следующая часть доклада будет посвящена такой очень интересной тематике ангиоидемии, отеки квинки, которые ассоциированы с наследственной патологией. Ну, ангиоидемия представляет собой феномен временного повышения проницаемости сосудистой стенки, при котором наблюдается отек без покраснения подкожных тканей, глубокой дермы, слизистой оболочек и подслизистой. Считается, что в основе ангиоидемии лежит две системы. Системы брадиокенина и тучных клеток. И в зависимости от вовлечения данных компонентов иммунной системы, принято делить в соответствии с рекомендацией 2021 года все заболевания, связанные с ангиоидемией, на наследственный ангиоидемический отек, отек первого-второго типа, а также редкие формы, связанные с другими генами, также участвующими в болезни брадиокенина, а также формы, связанные с тучными клетками. Это и ИГИ-ассоциированная форма ангиоидемии с анафилоксией, а также не ИГИ-ассоциированной ангиоидемии с анафилоксией, а также не ИГИ-ассоциированной ангиоидемии с анафилоксией. Наследственный ангиотический отек представляет собой наиболее описанную и хорошо изученную форму наследственной ангиодемы. Представляет собой аутосонно-доминантное заболевание, которое связанное с патогенными вариантами гене серпин G1. В гене серпин G1 кодирует белок C1 ингибитор и описано около 700 различных патогенных вариантов, которые встречаются в кодирующей области, но может быть также присутствовать и протяженные телецы, и дупликации. Считается, что около 8% таких форм может быть присутствовать у пациентов с наследственным ангиодемическим отеком. Считается, что около 20-25% случаев мутации возникают ДНОВА, то есть вы никогда не найдете у родственников пациентов такой же симптоматики. Поэтому это очень усложняет возможность заподозрить у пациента наследственный ангионевротический отек. ДНОВА разделяют в зависимости от физической симптоматики на два типа. Первый тип связан с низкой концентрацией C1 ингибитора и низкой активностью C1 ингибитора меньше 50%. Второй тип связан с нормальной концентрацией, но низкой активностью C1 ингибитора. Нужно отметить, что тип наследственного ангионевротического отека зависит от мутации, которая произошла в гене серпин G4. C1 ингибитор представляет собой ингибитор серийной протеазы. Он ингибирует протеазы системы комплимента, плазмного каликриина и фактора 12, а также участвует в ингибировании плазмина, фактора 11 и тромбина. То есть это очень комплексный спектр работы данного белка. В основе патогенеза ангионевротического отека лежит нарушение работы белка, который кодируется геном серпин G1. В результате чего происходит неконтролируемое повышение концентрации брадикинина из-за отсутствия его ингибирования. Неконтролируемое повышение концентрации брадикинина ответственно в принципе за симптоматику. Из-за того, что его концентрация повышает проницаемость ингибитория, в результате чего происходит отек различных париквастольных тканей. Клинические проявления связаны с приходящими отеками кожи лица, конечностями гениталий, а также бедоминальными болями и эллиргиальным отеком, который является очень тяжелым осложнением, которое может вызвать летальный исход у пациента. Семейный анамнез может отсутствовать у 25% пациентов. Появляются симптомы чаще всего в детстве отрочестве. Отсутствует ответ на антигистаминные препараты, глюкортикоиды, амолитузумаб и норадреналит. А также возможно наличие продромальной стадии. На основе рекомендаций были предложены лабораторные тесты, которые позволяют сыворотке или пластме определять, во-первых, скрининг на концентрацию C1 ингибитора, определение активности C1 ингибитора, а также определение концентрации C4. Однако при положительных результатах хотя бы у одного теста рекомендуется проводить молекулярно-ангитические исследования геносипенжи для подтверждения диагноза данного заболевания. На слайде представлен молекулярно-ангитический тест, который проводится в лаборатории ингибитора для подтверждения диагноза наследственно-ангинематического отека. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание.